Работа московского режиссера 30 фильмов участников в номинациях «Игровое кино», документальное и видеоролик проглотчены и усвоены с разным восприятием творческих ингредиентов. Это не лакировка и не блокбастер, и все скромнее, азартнее и подвижнее, и без купюр. Любое молодежное кино в любое время – это, конечно, поиск и отсутствие страха этого поиска. Поиск новых форумов, не бояться перемешивать жанры между собой, не бояться экспериментировать в плане картинки. Это не обязательно что-то провокационное должно быть, что-то такое нетрадиционное. Нет, это просто попытка расширить границы искусства как такового. Вопросы форума и кинофестиваля – это не только показы, но и питчинг защиты авторских заявок на будущее фильмопроизводства и расширение информационного пространства по вопросам технологии не только. Казанское кино также было в соревновательном калейдоскопе. В копродукции «Татарстан» и «Армении. Один день» – история молодой девушки, которая заботится о братье-инвалиде, выжившем в автокатастрофе, в которой погибли их родители. Заинтересовался сценарий, на самом деле, актеров. Договаривался сам Гусь, режиссер фильма. И, конечно, он договаривался через сценарий. Им понравилась история, потому что она достаточно жизненная, нравственность, и поэтому они согласились, я думаю. И вообще им было интересно приехать в Казань. И так все когда-то начинается с первых кадров, с первого устремления, с первого слова, которое написано на бумаге или выбито на экране компьютера. Все когда-то начинается с нуля. Об этом сегодня говорили, и спорили, и показывали лучшие фильмы маститы-режиссеры современного кинематографа. Одной из самых поучительных стала программа «Проба пера», обозначившая визитные карточки молодых да ранних Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Алексея Балабанова, Александра Котта и Юрия Быкова, чей короткометражный фильм «Начальник», определивший кредо будущего автора таких хитов, как «Жить», «Майор», «Дурак», «Сериалов», «Метод» и «Спящие». «Начальник» — это уже была достаточно четкая, сформулированная, эстетическая, драматургическая вещь. И мне показалось, что ее можно и нужно сделать, но на самом деле, когда я ее делал, у меня было к ней с ожиданиями такое же отношение, как к предыдущим работам, которые не получились. А то, что она выстрелила, это, в общем, для меня был непрогнозируемый результат. Дмитрий Пьяваров, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.